В эфире первого карагандинского новости. Сегодня в программе. Почему жители улицы Нуркена Абдирова и Ермекова против строительства спорткомплекса? Вы узнаете из сюжета Айамамриной. В растрате бюджетных средств подозреваются специалисты отдела образования Нуринского района. Обо всем по порядку. Жители улицы Ермекова и проспекта Нуркена Абдирова против строительства нового спорткомплекса у себя во дворе. Рекордные для долгостроя 10 лет люди живут в постоянных неудобствах. В квартирах стоит шум от работ, во дворе грязи и опасные бетонные блоки без присмотра. Кроме того, есть опасения, что собственник объекта отберет у них подъездную дорогу к домам. Тогда транспорту, скорой помощи и пожарной службе сюда и вовсе не добраться. Вечера был замер, и они выбивали колышку, чтобы забрать вот нашу дорогу, по которой мы езжаем во дворе. У нас не будет подъездной дороги, мы даже не знаем, что делать. Десятки жителей домов Нуркена Абдирова 23 и Ермекова 1 настроены решительно. Они уже собрали подписи со всех владельцев квартир и хотят отправить обращение в прокуратуру. Страшнее всего за детей. Большие стройматериалы лежат бесхозно, их даже не огородили. Ребятнюсь сюда так и манит. Бывали и травмы. К тому же часть построенного объекта, явно спроектированного с нарушением норм, загораживает свет. Люди вынуждены жить в постоянных сумерках у себя в квартирах. Срубили строителей множество деревьев. Пока же недостроенному оздоровительному комплексу рады только местные бродяги. Здесь им и дом, и столовая, и туалет. Они говорят, да там сделайте себе, там вот ездите. Как ездите? Там ездить невозможно. К нам приезжают, у нас пожилые люди, к нам приезжает скорая, к нам газ привозят, у нас дом не газофицирован. Да и в конце концов у нас тоже машины. Как мы сюда будем заезжать? Вот это непонятное строительство вызывает у жителей района бурю негодования. По их словам, строительные работы, которые длятся с 2003 года, не дают им возможность нормально жить. Обращения к властям и в различные инстанции не дают результатов. Жильцы против возведения здесь нового спорткомплекса. Вместо этого они хотят увидеть здесь сквер имени Ермекова. Строят спереди вроде прилично, а сзади вот все как было, так все осталось. Это вот наши окна будут смотреть на это. Значит здесь опять может быть летняя площадка, это естественно музыка. В городе убирает, а у нас тут вот это все будет. А в отделе земельных отношений нашего города по этому поводу нам дали следующие комментарии. Мы проверили документы. Согласно договору купли-продажи, предприниматель Асатриан приобрел земельный участок по гражданскоправовой сделке для строительства здоровительно-гостиничного комплекса. Земельный участок площадью 1039 квадратных метров. Сотрудники отдела проверили все документы. Разрешите вам проектную светлую документацию у предпринимателя на руках. Каким бы ни был вердикт чиновников, люди намерены и дальше протестовать за свое право жить в светлых помещениях и наслаждаться видом из окон. А также нормальной дорогой они готовы писать самому президенту. К тому же просят откликнуться потомков великого общественного деятеля Алимхана Ермекова. С их помощью жильцы хотят оборудовать сквер в память об этом человеке. А имам Ренажа Сулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В растрате бюджетных средств подозреваются специалисты отдела образования Нуринского района. Дело в том, что выделенные деньги педагоги использовали не по назначению и не проводили положенные уроки. Как выяснилось, в поселке Хиевка должен был заработать пункт по переобучению строителей, поваров и других специалистов. На созданные курсы казенные деньги выделялись, а сами занятия не проходили. Но при этом сотрудники получали зарплату. Этим фактом заинтересовались надзорные органы. В том числе руководитель отдела образования Нуринского района, которые обучением не занимались, экзамены не принимают, при этом получают заработную плату. В настоящее время проводятся следственные действия. Сколько растрачено бюджетных средств в департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области пока не раскрывают. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Тимиртау избит солдат Национальной гвардии Ельдос Ужанов. Со слов пострадавшего он подвергся насилию со стороны сослуживцев. С травмами различной степени тяжести военнослужащий поступил в больницу. Наш корреспондент Амина Смакова. Более подробнее. 19-летнего Ельдоса Ужанова избили еще неделю назад. Молодой человек проходил военную службу в части номер 55-16 Национальной гвардии Казахстана. Его призвали в декабре прошлого года. И именно в части произошел этот вопиющий случай, рассказал своим родным солдат. Дать интервью журналистам пострадавший не смог. Сказываются последствия ударов. У солдата судорогий шок. Родственники переживают и требуют наказать виновных. Вот трое начали его избивать всю ночь. Ну как бы ночью. После службы его ночью избивают коптерки. Дубинкой били, электрошоком били по голове. Вот такое состояние. Мы не знаем теперь, как ему помочь. Со слов пострадавшего, его избили 18 мая. Но в больницу привезли лишь 1 июня. Закрытый черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Также у Елдоса периодически наблюдаются судороги. Медики не исключают возможности, что это последствия избиения. Ну возможно, не исключается. Потому что со слов больного, якобы, опять-таки это предварительно, со слов больного сказано, что он 18 по 20 числа якобы избирался с старослужащими в своей части. Родные Елдоса Ожанова хотят провести еще ряд дополнительных обследований. Они опасаются за будущее парня. Его обмороки и внезапные приступы судорог пугают родственников. В воинской части пока от комментариев воздерживаются. Сейчас там ведутся расследования и проверки. Только после того, как выяснится все обстоятельства, представители воинской части обещали прояснить ситуацию. Амина Смакова, Жаслан Маклубеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Девятого июня в Караганде под руководством вице-министра Республики Казахстан Альберта Рау прошло очередное девятое заседание Казахстанско-германской межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германии. В белом зале областной партии Нур-Отан с начальником Департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Германии Эхардом Францем встречались представители администрации области и предприниматели Караганинского региона. С приветственным словом выступил Аким области Нур-Махабет Абдебеков. «Область располагается в самом центре республики и таким образом соединяет все наши регионы Казахстана – север, юг, запад, восток». Нур-Махабет Абдебеков дал экономическую характеристику региона. В области успешно развивается черная, цветная металлургия, добыча угля, машиностроение. «Недра нашего края содержат различные запасы полезных ископаемых, в том числе марганцевые руды, вольфрам, молибден, свинец, медь, уголь, железорудное сырье, различные нерудные полезные ископаемые». Имеются широкие перспективы открытия новых месторождений. В ответном слове Экхард Франц подчеркнул, что возможности сотрудничества между странами открывают перспективы развития экономики как в регионах, так и в странах в целом. На заседании международной рабочей группы был подписан протокол о сотрудничестве. Впервые в Казахстане на Карагандинском Спасском полигоне пройдет военно-патриотический сбор Айбин. Три дня молодые люди из разных специализированных учебных заведений республики будут состязаться в разных спортивных соревнованиях и покажут, насколько они готовы защитить нашу страну. Сегодня на вокзале встречали последних участников, которые приехали из Павлодара и Алматы. Николай Кровец с подробностями. Для проведения слёта молодёжи на Спасском полигоне в нашу область прибывают последние участники. Сегодня на Карагандинском вокзале встречали павлодарские команды. Аделя Кайсар учится в 10-м классе военной школы. Она готова показать все свои умения и навыки в спорте. Девушка признаётся, что в такой торжественной обстановке её встречают впервые. Город Карагандар, в котором проходит соревнование по военно-прикладным видам спорта, очень хорошо нас встретил. У меня был оркестр, который очень хорошо играл. Я сама в кадетской школе участвую в оркестре, и там мы играем на барабане. Поэтому можем отличить, кто умеет, кто не умеет играть. В течение трёх дней молодёжь со всего Казахстана будет соревноваться по военно-прикладным видам спорта. Более 800 ребят от 14 до 20 лет покажут свои навыки в военном деле. Его, как известно, лучше изучать именно в этом возрасте. Все – воспитанники специализированных учебных заведений страны. Всего ожидаем участников 830 человек. Уже больше половины сегодня прибыло. Сегодня буквально от исхода дня до 15.00 заезд участников завершится. Первый военно-патриотический сбор «Айбын» проходит по инициативе Министерства обороны страны. Сюда привлечён весь гарнизон регионального командования «Астана». Такие сборы, по словам начальника Департамента обороны нашего региона, теперь станут проводить ежегодно на базе Спасского полигона. Наградить участников соревнований приедет сам глава государства Нурсултан Назарбаев. Николай Кровец, Эденжакан, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Сегодня Международный день друзей. Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Но, как правило, подлинная дружба неизменно считалась крайне редкой. А рассвет её относили к прошлому, представляя дружбу как идеал, опрокинутый в прошлое. Международный день друзей, отмечаемый ежегодно 9 июня, основан именно для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напоминали своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден. Но это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь спустя какое-то время позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться с шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями. И последнее. Три бронзы чемпионата Азии с 3 по 7 июня в городе Ухань Китайской Народной Республики проходил чемпионат Азии по лёгкой атлетике. В составе национальной сборной команды Республики Казахстан Карагандинскую область представляли Анастасия Кудинова и Александра Романова. В личном зачёте на дистанции 400 метров Анастасия Кудинова завоевала бронзовую медаль. Александра Романова на дистанции 400 метров с барьерами заняла 5 место. В третий день соревнований в эстафете 4 по 400 метров Кудинова и Романова стали обладательницами бронзовых наград континентального первенства. Спортсменов к данным соревнованиям подготовили тренеры Кирсанов и Маштаков. А в Минске завершился международный турнир по дзюдо на Кубок Европы. Карагандинскую область в сборной команде Казахстана в весовой категории 72 килограмма представляла представительница Тимиртау Дильбар Умиралива, ставшая единственной в женской сборной команде Республики Казахстан обладательницей бронзовой награды. Данные соревнования являются рейтинговыми для набора очков к Олимпийским играм. В мае 2016 года по окончанию рейтинговых соревнований Международной Федерации дзюдо будет определен рейтинговый список. Для завоевания олимпийской лицензии Дильбар нужно войти в число 14 лучших спортсменов мира. Дильбар Умиралива к соревнованиям готовит тренер Дмитренко. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова